Добрый день! Рада всех приветствовать, кто ко мне подключится и все те, кто будет смотреть меня в записи. Никто не идёт пока. Ну ладно, тем не менее я начну, потом посмотрите, послушайте. Первое, с чего я хочу начать, это то, что я не рассказала в прошлом прямом эфире о том, что я закончила, ну в прошлом прямом эфире я собиралась закончить, а теперь уже вот я рассказываю в прошедшем времени, я закончила выкладывать сторисы со своими цитатами дня. По итогу получилось, что я делала это больше года, то есть начала я это делать в марте 2019 года, вот на дворе уже почти июнь. Остался один денёчек завтра и наступит июнь. Так, это первое. Дальше я анонсировала сегодняшний прямой эфир и обещала вам рассказать про вектора реализации. Сегодня у нас с вами одна из моих любимых тем, потому что эта тема, ну для меня она важная. Когда я узнавала свои вектора реализации, не знаю, вот прям почему-то я почувствовала, что для меня это будет полезным знанием, и я смогу потом по жизни руководствоваться этим, потому что я посмотрела или прочитала, что такое вектора реализации, и вот мне прям очень сильно захотелось узнать, какие у меня вектора и что это такое, и как я себя транслирую в мир. Значит, вектора реализации, так как синхровидение, оно зародилось позже, да, чем второе, и второе, эти вектора, они называются луч миссии. И люди, которые, ну во всяком, вот в первую очередь мой преподаватель, она вначале тянула себе луч миссии, а потом уже, когда они разработали эту уникальную систему синхровидения, она себе вот вытягивала еще один вектор. Вот для того, чтобы просто было различие в самих названиях, то в синхровидении вот эти лучи миссии и в тару названы векторами реализации. Что такое вектор реализации? Это характеристика некоторого потока, некоторого такого энергетического, информационного, в котором человек живет. И что он хочет рассказать людям. Здравствуйте, Нина, очень приятно, вы у меня первый слушатель. Здравствуйте, я сегодня рассказываю про вектора реализации. Ну вот если немножечко начать с истории, да, как они зародились, вектора реализации вообще вот существует 22 второго, да, существует 22 старших аркана. Что такое эти старшие арканы? Это, если вот их разложить, получится наша жизнь, и вот каждый старший аркан – это определенный кусочек нашей жизни, определенная сфера нашей жизни. И человек, он является, естественно, совокупностью всех этих векторов, всех этих кусочков. Но, как правило, у человека есть три таких основных. Вот можно провести такую аналогию, что если мы будем говорить о том, что человек – это картина, если вы сейчас представите какую-то картину, которую вы помните или которую вы любите, и я вас попрошу, скажите мне, пожалуйста, какие три основных цвета присутствуют в этой картине. И вы, например, там скажете, там, синий или голубой, там, потому что небо изображено, скажете, зеленый, потому что там лес или трава, и там, допустим, красный, там, я не знаю, красный замок стоит, или, ну, есть какая-то такая, есть какой-то предмет или человек в красной одежде, ну, и вот вы назвали три основных цвета. Мы понимаем, что на самом деле этих цветов гораздо больше на картине, но основными мы можем выделить вот таких три цвета. Так точно и вектора реализации. То есть у человека есть три основных вектора, три направления, согласно которым он живёт. Ну, или во всяком случае, неплохо было бы, чтобы он жил. Как правило, когда человеку достаются эти вектора реализации из колоды, то человек говорит, вот этот вектор – это точно я. Вот прям это точно моё, я это точно знаю. И вот то, что человек знает, что он ощущает, это очень здорово. На самом деле это значит, что он живёт согласно с этим вектором, и вот в этом направлении у человека, если проанализировать, в жизни всё складывается самым таким хорошим, благоприятным образом. Там на второй вектор он может сказать, ну, не знаю, в общем, не очень, наверное, на меня похоже, но я могу это принять. А на третий вектор он скажет, ой, нет, это вообще не я. Так вот, я для чего тянула эти вектора? Себе, да, и люблю их доставать другим людям, для того, чтобы узнать, что я хорошо принимаю, и что у меня действительно есть. И даже, наверное, если бы этого знания у меня не было, ну, мне бы всё равно было нормально жить, потому что я всё равно вот это транслирую с очень большой такой энергией. То, что я хотела узнать, то, что у меня есть, но я этого не знаю. Вот это вот мне было действительно интересно, потому что я понимала, что значит, мне это надо либо развивать, либо мне надо прислушиваться к себе, для того, чтобы всё-таки узнать и найти в себе вот этот вектор реализации. А, вот эти три вектора, они в человеке, они звучат как единый аккорд. Но надо понимать, что даже в том случае, если у двух-трёх людей есть один и тот же вектор реализации, то он в каждом человеке будет звучать по-своему. На это есть несколько причин. Ну, во-первых, у него могут быть, да, этот один есть, но два других вектора могут быть другими совершенно. А так как это единый аккорд, то аккорд будет звучать совершенно по-другому. Сюда влияет также и натальная карта, с которой человек рождён. Здесь оказывает влияние и воспитание. То есть очень-очень много факторов, которые влияют на то, как тот или иной человек это транслирует. Но изюминка, основа, она есть у всех, у троих. Но если мы будем смотреть, у одного человека, например, может быть, этот вектор очень сильно проявлен, а у другого он может находиться в какой-то несколько скрытой форме, и люди это не видят, например. Когда мне достали эти вектора, и я пошла со своими друзьями, общались мы, и я им рассказала про то, что вот у меня вот такие вектора, что они означают, эти вектора. То, при том, что я один вектор не принимала, ну, вначале, ну, я просто сразу сказала, что, ну, да, два нормально, я вот всё понимаю, а один, ну, по-моему, это вообще не про меня. А люди сказали, что это про меня действительно. И когда они мне стали рассказывать, ну, вот как они считают, как этот вектор во мне проявляется, то я тоже стала об этом подумывать, что, наверное, что-то в этом есть действительно. Вот. Задача вектора — это самореализация. Привет, Олечка, рад тебя видеть. Это самореализация. Как человеку лучше реализовываться в этой жизни. Я вот, когда собиралась рассказывать про вектора реализации, я ещё подумала о том, что так интересно, что у меня вот перекликается синхровидение с дизайном человека, потому что там тоже, да, призвание человека, как ему надо жить. В общем, очень интересно. И в векторах то же самое. Как нужно человеку себя транслировать в мир. Что надо ему показывать и как ему надо проявляться. Так, поэтому... А, значит, вот ещё, что хотелось бы отметить. У каждого вектора есть положительная сторона. Ну, это я, конечно, так вот очень грубо, так приземлённо говорю. Есть, но будем говорить, такая не очень хорошая сторона, да. У нас человек, он тоже, ну, не бывает, наверное, вот прям идеально... идеальных людей, у которых вообще нет ни одного какого-то качества, не очень хорошего, как для него, так и для окружающих. Так же у векторов. Так вот, чем больше человек живёт в гармонии с положительной частью вектора, тем лучше. Ну, вот теперь я немножечко расскажу о том, какие у меня вектора есть. Хорошие у меня вектора. Очень хорошие. Я прям... Когда мне их вытащили, ну, особенно вот два первых, которые я узнавала, я прям сказала, «Ой, ничего себе, какая я!» Значит, мои три вектора называются «Мак, равновесие и солнце». Здравствуйте. Вот немножечко, давайте я так вот вкратце расскажу о своих векторах. Ну, чтобы вы немножко понимали, я не могу про все, да, рассказать, но я думаю, что это и не всем интересно, а так вот, когда... Если бы вы узнали про свои, как бы вы к этому отнеслись. Значит, первый мой вектор – это маг. Маг – это творец. Причём творец, который творит, он ничего не создаёт, он ничего не изобретает, он просто творит уже из того, что есть в пространстве. То есть что-то уже до него люди придумали, а он это придуманное соединяет, и получается нечто новое. Ну, в качестве примера, например, один создал интернет, другой создал магазин, а маг создал интернет-магазин. Да, и люди теперь очень широко этим пользуются. Вот такими качествами обладает маг. Вот у мага тоже есть недостаток. Это его непостоянство. То есть у него есть очень много идей, ему прям вселенная кидает эти идеи бесконечно. Он там эти идеи комбинирует, загорается, а потом может наступить момент, когда он охладел и уже ничего не хочет. Что нельзя делать магу? Магу нельзя вот эти свои идеи, которые у него возникли, и которые он не хочет реализовывать, просто, ну, грубо говоря, выбрасывать. Он обязательно должен этой идеей поделиться с людьми. И может быть, кто-то другой, какой-то другой человек это подхватит и реализует. А так вот, пришла тебе идея, и давай воплощай ее в жизнь. Она тебе не просто так послана. Вот. Второй мой вектор реализации это равновесие. Это я, конечно, узнала этот вектор. Равновесие это вектор, который говорит о том, как мы по жизни с партнерами взаимодействуем. Что у меня есть такое качество, как хорошее взаимодействие с людьми. А я для себя отметила это немножко по-другому. Что мне по жизни попадаются очень хорошие люди. Вот не знаю почему. Вот все, с кем я не начинаю общаться, это очень хорошие люди. И главное, для меня они чем хорошие, тем, что я все время у них чему-то учусь. То есть это мои учителя в той или иной области. Вот я за эту вселенную каждый день благодарю, что она мне всегда дает возможности, что она мне посылает таких хороших людей. Это, конечно, вот для меня это просто счастье-счастье. Поэтому и всякий раз, когда у меня появляется, я тебя тоже люблю, Олечка, и всякий раз, когда в моем окружении появляется новый человек, и я понимаю, какие возможности у меня открываются с этим человеком. Я все время, Вселенная, благодарю тебя за то, что ты мне послала такого человека. Спасибо тебе большое. Вот. И мне кажется, вот из-за того, что люди просто, потому что попадаются мне всегда хорошие люди, то мне вообще несложно вот этот вектор реализации транслировать в свой мир, в мир, который меня окружает. И третий мой вектор реализации это Солнце. Ну, Солнце, это понятно, да? Солнце — это человек, который рожден быть счастливым и богатым. Это просто, вот особенно сейчас, когда я стала практиковать цигун, вот это ощущение счастья, которое во мне присутствует, просто так, независимо от чего. Вот сейчас, мне кажется, я особенно хорошо проживаю этот аркан, этот вектор. Ну, я всегда вообще человек позитивный, ну, во всяком случае, всё моё окружение об этом мне говорит. Я всегда позитивная мысль, у меня всегда хорошее настроение, я никогда не просыпаюсь в плохом настроении, я не знаю, как это вообще можно проснуться в плохом настроении, какой повод у тебя с утра проснуться в плохом настроении, я не знаю таких поводов. Вот, поэтому с этим у меня тоже всё хорошо. Значит, проблема у меня была с магом, то есть я сказала, что не, я маг, это не я, что я вообще, я человек нетворческий, я вообще ничего не умею изобретать, и ничего не умею соединять. Вот, а потом, когда мне намекнули, сказали, а ты вот подумай, как вот ты вообще, как вот у тебя построено по жизни, вот как ты делами своими занимаешься. И я поняла, что мой маг, он транслируется тем, что я всегда соединяю несколько дел. Я никогда не делаю одно дело. Ну, почему у меня так вот выходит? Ну, если только не брать, конечно, в расчёт медитацию. Вот, а так, если я еду на работу, значит, я либо учу английский, либо там я пою акафисты, либо я медитирую, если я иду пешком. Если я готовлю есть, то я обязательно буду и готовить, пока у меня стоит на плите, я буду что-то мыть или что-то убирать. То есть у меня всегда идёт вот такое совмещение одного и другого. Всегда я делаю так, чтобы у меня делалось два или три дела одновременно. Может быть, это из-за моей загруженности, а может быть, не знаю, откуда у меня этот опыт. наверное, просто вот вектор реализации мне дал такое. Вот. Вот такие у меня вектора реализации. Если у вас будет желание узнать свои вектора реализации, то пишите мне, пожалуйста, в директ или пишите мне в мои контакты, которые у меня есть под каждым постом, и мы с вами пообщаемся. Я с удовольствием вытяну вам ваши вектора реализации для того, чтобы вы знали, на что вам ориентироваться, какие качества вам нужно развить, потому что всё, что вы разовьёте, это, безусловно, поможет вашей жизни. Я желаю вам хороших выходных. Я желаю вам хорошей погоды, где бы вы не жили. Вот у нас сегодня хорошая погода, очень тепло. Наконец-то наступило лето. Вот. Будьте здоровы, берегите себя, так как, я думаю, что у нас у всех ещё ковид-19, поэтому надо как-то беречься. Ничего с этим не поделаешь. Вот. Так что будьте здоровы, всего вам доброго, спасибо большое, что вы пришли на мой эфир. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.